В эфире выпуск о главных событиях к этому часу. В Государственной Думе состоялся правительственный час с участием министра иностранных дел Сергея Лаврова. В ходе встречи глава Комитета по международным делам Леонид Слуцкий отметил большой вклад ведомства в работу по развитию новых форматов межпарламентского сотрудничества. В частности, председатель ЛДПР привел в пример парламентские форумы с Африкой и Латинской Америкой, которые состоялись в прошлом году. Работа Министерства иностранных дел Российской Федерации по продвижению внешнеполитической повестки президента России в мире осуществляется в условиях двойных, зачастую тройных стандартов. Когда Ейр Лапид, нынешний лидер оппозиции в Кнессете, был премьер-министром, сколько он высказывался против нашей специальной военной операции, сколько находил притянутых за разные места аргументов против СВО, против проводивой нами последней в человеческой истории, будем надеяться, схватки с нацизмом. Уже через несколько месяцев новое правительство называло их агрессию против сектора газа, где погибло колоссальное количество женщин, людей пожилого возраста и детей. Трагедия войны. Потрясающие, совершенно чудовищные двойные стандарты. Можно здесь вспомнить и то, что сейчас высказывают представители Совета по национальной безопасности США, Джейк Салливан и адмирал Джон Кирби. Они говорят о том, что украинцы сами разберутся, куда наносить удары. И когда мы спрашиваем, а почему вы считаете, что гуманно поставлять вооружение Украине, нам отвечают что-то вневнятное те же господа и пытаются изобличить нас, что, дескать, мы виноваты в каких-то проявлениях едва ли не нацизма. В то время как они ведут деятельность по биолабораториям на Украине, мир узнает правду только из выступлений, и я здесь не погрешу против истины, министр иностранных дел России на встречах с зарубежными коллегами, на международных площадках, на пресс-конференциях в ходе ответов на вопросы журналистов. И сегодня МИД России – та структура, которая говорит правду международному сообществу. С 1 января 2024 года в рамках председательства России в БРИКС полноправными членами объединения станут еще шесть стран – Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Несмотря на увеличение интеграционных процессов между странами БРИКС, проект единой валюты пока не имеет перспектив, отметил министр иностранных дел Сергей Лавров. Сегодня внешнеполитический курс стран-участниц БРИКС направлен на дедоларизацию торговли и введение единого механизма расчета в национальных валютах. Организация БРИКС со дня создания растет, укрепляется, влияет своей мощью на миропорядок. В своем докладе вы отметили о роли России в работе БРИКС. Председательство организации перешло к России в 2024 году. Какие возможности даст нам председательство БРИКС? Поможет ли нам ускорение создания единой валюты БРИКС? Есть поручение глав государств на прошлогоднем саммите Минфинам и Центральным банкам представить к очередному саммиту в октябре в Казани рекомендации об альтернативных платежных системах. Наиболее активно тему, связанную с этими вопросами, продвигает Бразилия. Они даже упоминали возможность единой валюты БРИКС, что на данном этапе едва ли имеет перспективы. Бразильцы, кстати, также предлагали единую валюту для сообщества латиноамериканских и карибских стран. Но на данном этапе, еще раз говорю, есть консенсус рассмотреть рекомендации о единых платежных платформах. Этот процесс не остановить. Он идет в контексте дедоларизации и в контексте выработки механизмов, которые не будут зависеть от капризов, от односторонних неоколониальных замыслов наших американских коллег. Это однозначно. Что касается в целом БРИКС, безусловно, это важнейшее объединение глобального охвата. То, что количество членов удвоилось с 1 января нынешнего года, и то, что 27 или 28 стран хотят тоже установить отношения с БРИКС, говорит само за себя. И процессы формирования многополярного мира, они во многом, в том числе из-за злоупотребления американцами ролью доллара, они становятся не столько частью глобализации, сколько региональными процессами. А вот на глобальном уровне эти региональные интеграционные процессы вполне можно и нужно гармонизировать, и БРИКС как нельзя лучше подходит для этой роли. Нынешний БРИКС, так сказать, уже по паритету покупательной способности, еще больше обгоняет группы семьи. Так что перед нами задача и концептуального плана, и практического характера. Это такой хороший стимулирующий вызов. Мы над этим работаем в межведомственном формате под руководством президента и правительства. В Государственной Думе состоялось рабочее заседание Комитета по физической культуре и спорту с участием исполняющего обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках Антона Всехрулидзе. В центре обсуждения стоял вопрос поддержки фигуристки Камилы Валиевой, которая недавно была дисквалифицирована на 4 года из-за положительной допинг-пробы. Как отметили участники заседания, российская фигуристка, завоевавшая золотую медаль на зимних Олимпийских играх в командных соревнованиях, имеет все основания спорить решение спортивного арбитражного суда. Интересное было совещание заседания Комитета, на котором мы видели сегодня и заслушивали исполняющего обязанности президента Всероссийской Федерации фигурного катания Антона Сехрулидзе, человека, который сам олимпийский чемпион, бывший спортсмен и председатель нашего Комитета был, я работал вместе с ним, поэтому человек опытный и справедливый. Мы с ним в рабочем режиме обсуждали этот вопрос, в том числе Камилы Валиевой, который действительно волнует всех, и депутатов нашего Комитета. У юристов есть сейчас возможность оспорить все решения, которые были приняты в нашем понимании, незаконно против Камилы Валиевой. И сейчас и юристы, и Федерация готовит сильную достаточно позицию, которая, мы надеемся, повлияет на изменение решения суда КАСС, которые незаконно, вы знаете, приняты отстранением нашей спортсменки на 4 года. Камилы не заявила об уходе из спорта, раз, поэтому, конечно же, мы надеемся, что она будет восстановлена в правах и как олимпийская чемпионка. И для нас это очень важно, если спортсмен докажет свою невиновность и непричастность к использованию запрещенных препаратов, для нас очень важно отстаивать ее честное имя. Это важно для всего российского спорта, для самой Камилы. Это раз. Во-вторых, конечно же, если мы говорим о тех шоу, которые мы привыкли с вами и любим, фигуристов наших, то, конечно, ее пригласят и в России, и за рубежом, везде ее будут приглашать. Сегодня, кстати, Антон Секрулис рассказывал о таких шоу, но мы все-таки считаем, что Камила должна побороться еще, и она может много успехов и для себя, и для российского фигурного катания показать еще как спортсменка. Поэтому все-таки надо постараться, возможность есть, надо постараться отстаивать ее интересы как спортсмена. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий лично проконтролировал ход проведения всероссийского опроса граждан «Скажи Слуцкому правду». В настоящий момент в рамках акции, которая проходит во всех 89 регионах страны, собрано более 230 тысяч анкет и свыше 26 тысяч обращений, поступивших в адрес председателя ЛДПР Леонида Слуцкого. Среди регионов-лидеров по количеству собранных анкет партийцы выделяют Смоленскую область, Запорожье, Краснодарский край, Кемеровскую и Владимирскую области. Мы сегодня видим основные проблемы, которые показал всероссийский опрос населения «Скажи Слуцкому правду». Он, напомню, идет во всех, без исключения субъектов федерации. Многие чиновники закрывают глаза на проблему с мигрантами, проблему с уциализационным сбором на автомобиль, проблемы со здравоохранением. Будем разбираться. Мы внесем правду. Мы говорим правду. И будем разбираться с истинной ситуацией по этим чувствительным, а кое-где уже кровоточащим проблемам, которые показал наш всероссийский опрос. Активное участие во всероссийском опросе ЛДПР «Скажи Слуцкому правду» принимают и жители Оренбургской области. За время проведения акции активисты местного регионального отделения уже собрали десятки тысяч анкет. По словам сенатора Таренбуржии Елены Афанасьевой, большинство проблем граждан касаются вопросов образования, медицинского обслуживания, роста тарифов ЖКХ и низких зарплат. Уже несколько недель на территории Российской Федерации проходит всероссийский опрос ЛДПР и опрос председателя ЛДПР Леонида Слуцкого. Граждане охотно делятся своим мнением о том, что происходит в стране и делают предложения по улучшению жизни граждан Российской Федерации. Для ЛДПР это важно, так как мы хотим эффективно выстраивать свою законотворческую работу и работу с нашими избирателями. Оренбуржцы активно принимают участие в этом опросе. По всей области работают наши волонтеры. Мы уже собрали несколько десятков тысяч анкет. Среди проблем, которые выделяют оренбуржцы, это прежде всего доступ к качественным медицинским услугам, получение качественного образования, состояние дорог, борьба человека за свою безопасность и бродячие собаки. Это возможность взаимодействия простого человека с органами власти. Это низкий уровень зарплат и, конечно же, повышение уровня жизни. Вот что важно сегодня оренбуржцам. Многие говорят о том, что устарела система ЖКХ и нужно здесь проводить, конечно, серьезные инфраструктурные преобразования. Эти проблемы оренбуржцев, они перекликаются с проблемами граждан Российской Федерации. И для нас, для ЛДПР, конечно же, важно знать эти проблемы и напрямую общаться и знать, что происходит на местах. Для ЛДПР важна правда. Мы всех призываем и оренбуржцев, и россиян принимать участие в этом всероссийском опросе, потому что эффективность законодателя, эффективность исполнительных органов власти зависит в том числе от нашей с вами активности, от того, как мы реагируем на те события, которые происходят в нашей стране. На этом выпуск завершен. Еще больше новостей смотрите на наших ютуб и ютуб-каналах, а также в телеграм-канале ЛДПР-ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok